Всем огромный привет! Сегодня хочу с вами немножко покулинарить и приготовить плов. Сейчас вечер воскресенья, мужа отправила за продуктами в магазин. Сама смотрю Гарри Поттера и хочу вместе с вами сделать плов. Плов я готовлю всегда по-разному. Люблю с мясом, люблю с курицей. Готовлю на свой вкус. Сегодня плов будет с курицей. Что же надо нам для плова? У меня курица, здесь и грудка, и бедрышки. Я уже это все помыла и разделала от костей. Дальше нам понадобится с вами морковка. У меня такая морковка. Для обжарки я буду использовать грудиночку. Чесночек и лук. Помидоры. Я обожаю добавлять в плов помидоры. Ну и, конечно же, рис. У меня вот такой рис для плова. Я уже не первый раз с ним готовила плов. Получается очень-очень вкусно. Буду использовать немножко вот таких вот протертых томатов. И есть приправы для плова разные. Не знаю еще, какие буду использовать. Вот есть такие к узбекскому плову. Вот такая приправа для плова. И вот моя любимая тоже вот такая приправа для плова. Это тоже для узбекского плова. Приправа. Посмотрим, какую буду использовать. Все вам расскажу. Сейчас все буду резать. Морковку будет тереть муж, потому что у меня не хватает сил ее тереть. Вы увидите это все в углу экрана. Вот. И начнем с вами делать плов. И вот тут вот я приготовила уже такой. У меня такая тяжелая достаточно кастрюлька. Практически чугунная. Ну, пожалуй, начнем. Сейчас мы с вами промоем рис. Есть на Алиэкспресс специальная такая чашка для макияриса. Очень удобная. Я рис мыть не особо люблю, потому что у меня вечно весь вываливается в раковину. Извините за мою грязную посуду, но у нас все так просто, по-домашнему. Поэтому сейчас рисочек мы промоем. Я даже не знаю, стоит ли заказывать такую чашку для макияриса с Алиэкспресс. Кто заказывал, если она очень удобная, то поделитесь. Вот так мы рис с вами промоем. Промоем. Он уже у меня практически, водичка прозрачная. Рис я взяла где-то в 3 стакана, потому что не ожидала, что у меня будет так много курицы. И поэтому пришлось взять 3 стакана. Рис убегает, убегает, убегает. Так, вот мы с вами промыли рис. Промыла рис. Сейчас его хочу залить водой, чтобы он у меня настаивался. Не знаю, я так никогда не делала. Вчера посмотрела по телевизору. Вот так его залью. Он у меня уже чистенький. Вода практически прозрачная. И поставлю его настаиваться. Небольшой какой-то у меня насморк появился. Так что вы не обращайте внимания. Вот, отставляем рис. Бекон, мясо я уже нарезала. Муж натер у меня морковку. Видео, правда, куда-то удалилось. Поэтому морковка натерта на крупной терочке. Вот такая она у меня красивенькая получилась. Очень много у меня получилось мяса и морковки. Поэтому мне пришлось взять 3 стакана риса. Сейчас мы с вами почистим помидорки. Мои огромные помидорки. Это я уберу. Я обожаю, например, плов с помидорами. Не знаю, как некоторые. Кладут они в плов помидора, не кладут. Я кладу и помидоры. И добавляю чуть-чуть, немножко совсем вот такой вот томатной пасты. Это даже у нас не томатная паста. Это помидоры. Мякоть помидора. Протертая. Тут полкило. Но я буду добавлять несколько ложечек. Потому что у меня есть помидоры. Очень люблю я вкус помидоров. Делаю такой необычный плов. Быстро, просто. Я совсем не заморачиваюсь. Вот. Сейчас мы с вами почистим этот помидор. Конечно, можно накипятить воды. Положить туда помидор. Но я беру вот такие огромные помидоры и чищу их обычной овощечисткой. Все получается очень хорошо. Сейчас мы его начистим. Смотрю, в это время Гарри Поттера сегодня была по ТНТ. Первая, вторая часть. Это философский камень. И тайная комната сейчас идет. Я Гарри Поттера обожаю. Кто также обожает Гарри Поттера во время готовки, ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас таких обожателей. Хотя у меня на видеокассетах есть... Ой, не на видеокассетах. Вспомнила в старые времена. На DVD-дисках есть весь Гарри Поттер. Но по телевизору, когда он идет, я обязательно его включаю. И смотрю. Вот так вот легко очищается помидор обычной овощечисткой. Поэтому для этого не надо никакой воды греть. Я давно очень не снимала видео, поэтому так волнуюсь. Голос трясется, все мысли путаются. Поэтому уж как будет, так будет. Это потом мы все очистим. Сейчас мы его с вами порежем. Возьму большой нож. Я не люблю заморачиваться в еде, поэтому готовлю просто вкусно, быстро. Такая помидорина. Не самая хорошая. Конечно, летом были помидорки хорошенькие, красненькие. Сейчас в основном вот такие. Не особо они хороши. Но тушить мясо, например, или для плова это подойдет. Вот так мы с вами его порежем. Я режу его не мелко. Он все равно утушится весь в мясе. Потому что помидоры я буду добавлять тогда, когда буду тушить мясо. Поэтому режу его произвольно. Можно даже положить, знаете как, уже потом, когда вы засыпали рис, можно положить два целых помидора сверху. Он тогда в процессе уже варки и тушения риса он даст сок. И будет очень-очень вкусно. Но я всегда добавляю вовнутрь. Так мы его с вами нарежем. Так как помидор без кожуры, его практически не будет видно в этом плове. Я обожаю такой плов. Делаю очень-очень часто. И делаю в основном с курицей. Не потому, что не могу мясо себе позволить купить. А потому, что курица готовится очень быстро. А нам же нужно быстро все, да, просто. Я порезала курицу. Оставила здесь мужу. Ну и себе приготовлю бульон. Сделаю супчик. Вот, нарезали мы с вами помидор. Наверное, еще один надо. Потому что у меня кастрюля очень-очень-очень большая. Вот так мы с вами его чистим. Я вообще с готовкой никогда не заморачиваюсь. Трах-бах. И все готово. Поставила воду, накипятила. Все забросила. Мясо тушить забросила. Все готово быстро. Очень жалко, конечно, что я три года назад прекратила снимать. Потому что было столько идей, было столько рецептов. Готовить я, конечно, не переставала все эти годы. Поэтому... А время пронеслось очень-очень быстро. И мне захотелось к вам вернуться. Вот какой получается помидорчик. Абсолютно очищенный. Вот такой тут мы с вами подрежем. И не надо заморачиваться никакой кипяченой водой. Он так очень хорошо очищается овощечисткой. Вот так мы с вами его опять порежем. Я готовлю плов абсолютно на глаз. Рис кладу на глаз. Мясо кладу на глаз. Ничего никогда не отмеряю, не вымеряю. Я не суперкулинар. Какие-то там узбекские или восточные пловы готовить не умею. Все готовлю просто по-домашнему, быстро. И поэтому хочу сейчас начать снимать такие простые видео вместе с вами. Все же иной раз хочется с кем-то поговорить, с кем-то поделиться, как ты готовишь. Муж любит мою стряпню. Мамулька тоже любит мою стряпню. Больше ее это мы выкинем. Оценить, к сожалению, некому. Но мне и этого достаточно. Вот так достаточно крупно мы порезали с вами помидор. Вот теперь он у меня. В тарелку, конечно, что-то у меня где-то я простыла. Видать, вчера, пока мы ездили в глобус, я простыла. Включила я уже плиту со своей кастрюлькой. Сейчас мы с вами будем забрасывать бекончик. Вот я порезала бекон. С беконом буду готовить первый раз. Хочу, чтобы немножко из него подвытопился жир. И чтобы был вкусный, насыщенный плов. У меня на кухне грязно, не обращайте внимания. Потому что утром готовила завтрак тоже мужу и себе. Кстати, у меня появился инстаграм, в который я очень регулярно выкладываю фотки. Поэтому можете заходить, смотреть. Сейчас нагреется наша с вами кастрюлечка чуть-чуть. Я капнула буквально одну горсточку маслицы туда. и сейчас мы бабацним туда этот бекон. Вот так. С беконом готовлю первый раз. Тоже вчера в этой передаче увидела, что вначале обжарили там сало до шкварок. Из него выпиталось много масла. Пахнет, конечно, жареное сало немножко своеобразно. Поэтому, может быть, получается очень насыщенный вкус. у плова. Ну, мы с вами до таких зажаренных шкварок жарить не будем. И вытаскивать я бекон отсюда не буду. Сейчас же бросим сюда и мясо, и лук. Просто захотелось с вами немножко поговорить и приготовить плов. поэтому три года не снимала. Вообще отвыкла от камеры. Слова путаются. Но надеюсь снимать сейчас намного чаще, насколько это получится. Так, убавлю немножко. Шваркает конечно этот бекон. Немножко убавлю. Не знаю, видно вам, не видно, но думаю, видно. сейчас я чуть-чуть вот так вот поставлю. Чуть я поджарю буквально бекон, чтобы он отдал свой вкус. Прям немножко, до шкварок жарить не буду. Вообще не люблю ничего сильно ужаривать. Ну, если только пропущу что-то. Потому что ставлю на огонь и ухожу в комнату смотреть телевизор. и все, хана тогда моим продуктом. Вот так вот жарятся шкварки. Давно я, конечно, не смотрела Гарри Поттера. Увидела, что сегодня в программе Гарри Поттера. Думаю, обязательно посмотрю и первую, вторую часть. Первую часть посмотрела, потом думаю, нет, надо идти уже готовить. Время уже сейчас я вам скажу 5 часов. Поэтому надо что-то готовить. Тем более на неделю. сейчас я порежу лучок. Лук хочу порезать достаточно мелко. Не знаю, как у меня это получится. Потому что не хочу я что-то резать лук крупным. И чтобы не обрезаться. И отправим его к нашему бекону. раньше я не любила лук. Для меня это было что-то катастрофичное. Что в блюде, не дай бог, а еще не дай бог вареный лук. Это все. Сейчас же все поменялось. Лук обожаю. Добавляю буквально везде. Ну, кроме супов, наверное. Не знаю, вареный лук также перестаю не любить люто. А что касается плова, что касается всякого мяса, жареный лук, просто обожаю. Так, высыпаю я лук. Высыпаю я лук к нашему бекону. Показывать вам это не буду, чтобы не переворачивать камеру. Не получается у меня пока еще снимать двумя камерами. Но мы с вами может быть обязательно это сделаем когда-нибудь. Вот. Лук порежу достаточно мелко. И для меня была, конечно, трагедия вареный лук. А сейчас даже люблю просто лук пожарить и на хлебушек положить и съесть. Маринованный лук люблю. Просто даже порезать, маслицем полить, посолить, добавить ложечку уксуса, чтобы он настоялся, намариновался и с мясом очень вкусно. И с селедочкой, и так просто с хлебом. Получается очень вкусно. Так что я бы зажаренный лук все-все-все отдала. Так. Кидаем. Кидаем с вами лук. Сейчас я вам покажу. Вот так, что у нас там с вами получается. Кидаем лук. Ой, запах. Почему запах не передается через камеру? Надеюсь, наступят скоро такие технологии, чтобы запах передавался через камеру. Это просто обалденно. Да, вон у нас с бекончика получились такие какие-то шкварочки, но я им не буду давать сильно-сильно ужариваться. Запах, конечно, очень и очень необычный. Первый раз готовлю плов с беконом, но надо когда-то пробовать и первый раз все это делать. вот там я поставила водичку на огонь, потому что нам с вами будет нужна горячая вода. Так, что же мы делаем дальше? Я пью минералку. Минералку пью вот такую, вот, Эдельвейс. Как бы вам показать, вот, Эдельвейс, газированная. Очень хорошая, достаточно неприторная минералка. я бы не сказала, что в ней особо есть газы, потому что минералку с такими лютыми газами я просто не люблю. Сейчас у нас с вами поджарится лучок. Девчонки, какой запах! Я просто не могу. У меня тогда, когда так пахнет, все домочадцы прям сбегаются на кухню. Вот так вот это все будет жариться. Сделаю чуть-чуть побольше. Все еще смотрю Гарри Поттера. Не знаю, какую мы с вами приправу выберем. Я помню, как-то купила приправу для плова. Очень-очень какую-то вкусную. Забыла оставить вот эту упаковочку. И сейчас не помню, какая же приправа для плова. У нас вкусная. Если кто пробовал какую-нибудь хорошую приправу для плова, которая вам понравилась, посоветуйте. Вот в этой приправе, это у нас приправа наши любимые рецепты. Что тут в составе? Зира, соль, черный перец, барбарис, кориандр, перец чили. Я барбарис стараюсь для плова покупать отдельно, но в этот раз я просто-напросто забыла про барбарис. Поэтому будет барбарис у нас только в приправке. Есть у меня вот такая приправка для плова. Это какая-то магетта. Я ее покупала в магните. У нас совсем недавно открылся магнит, поэтому тоже могу позволить себе что-то купить в магните. И здесь у нас в составе соль поваренная пищевая, пряности, кориандр, кумин, куркума, перец черный, паприка, красная, лавровый лист, перец красный чили, перец душистый, морковь и чабер. Тут, конечно, намного побольше приправ чем сон. И вот такая у меня есть откамица к узбекскому тоже плову. И здесь у нас в составе соль, кумин, чеснок, сладкая паприка, кориандр, куркума, перец чили. Все. Не знаю, какую буду еще использовать. Очень хочется, чтобы была не очень острая. Поэтому сегодня на улице у нас почти вот сейчас вечер, а на улице плюс 7. И ветра вроде даже как нет. так. Наверное, надо добавлять уже мясо. Сейчас я добавлю мясо. Ой, как вкусно пахнет. Уже хоть ешь прям так, не дожидаясь никакого плова. добавляю. Добавляю мясо. Мясо у меня в этот раз получилось вон как много. Кидаю мясо. Сейчас у меня это все постоит. И будем засыпать с вами морковку. Горячая кастрюля. я, обожаю возиться на кухне, что-то готовить, что-то печь. Поэтому, если мы будем делать это вместе с вами, я думаю, от этого будет мне не грустно и вам польза. Вы что-то научитесь со мной готовить. сегодня это вот такой плов с курицей. Все, поставили наше мясо. Теперь небольшой перерывчик, пускай оно немножко потушится, и мы будем с вами закидывать туда морковку. Пока тушится наше с вами мясо, хочу немного порезать чеснока. Я немного чеснока порежу, а немного выдавлю чеснока до вилки. Потому что мне кажется, если чеснок будет резаный, как-то неудобно мне резать с этой стороны, если чеснок будет резаный, он отдаст немного побольше вкуса. Просто мелко порежу. Чеснок я тоже очень люблю. просто обожаю. Резать, конечно, так неудобно. Но мы с вами порежем. Кто любит плов так же, как и я, тоже может ставить лайки, поддержать меня в этом кулинарном шедевре. Кто не любит, может ставить дизлайки. Это кому как нравится. Ну, я думаю, плов любят все. Я, конечно, не великий кулинар, не умею готовить. Знаю, что плов бывает абсолютно разный, в разных странах его готовят по-разному. я очень люблю как-то ела сладкий плов с курагой, черносливом, очень-очень-очень вкусный. Во всех странах плов делают по-разному, поэтому очень неудобно нарезать чеснок. Все. Остальной чеснок я выдавлю в чеснок удавилки. Обалденно пахнет, мне уже даже хочется все съесть прямо сейчас, не дожидаясь никакого плова. Просто достать мясо, все это съесть. сейчас мы с вами закинем чеснок. Вот такое там у нас уже мяско. Вот такое мяско сейчас мы закинем резанный чеснок. Все это с вами перемешаем. Вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно. И потом, когда я еще положу помидоры, я выдавлю сюда чеснок из чеснока довилки. Потому что чеснока я люблю много. Вот такое у нас с вами мясо. Очень уже много выделилось водички, бульончика. Запах бесподобный. Сейчас мы кинем с вами сюда морковку. Вот так вот быстренько возьмем морковочку и вот так раз сюда. Морковки, конечно, у меня получилось очень много, потому что я взяла две такие средненькие морковки, но она утушится и будет очень-очень-очень вкусно. помешаем. Что мы с вами сейчас сделаем? Сейчас мы это все помешаем, закинем сюда помидоры и оставим под крышкой тушить. Не знаю насколько, я вам потом покажу. Я все делаю на глаз. Мясо я попробовала, мясо очень-очень-очень вкусное. Закидываем сюда помидорки порезанные. Как я вам уже говорила, помидоры режу не очень мелко, потому что они все равно все равно превратятся в кашу. И все перемешиваем с вами. Все перемешиваем. Смотрите, какая красота у нас получается. готовка мне не доставляет особых хлопот. Я готовлю только лишь в свое удовольствие. Пеку в свое удовольствие, варю в свое удовольствие. Ну и для вас. Вот так вот. И накрываем все крышкой. вот так. И оставляем тушить. Муж вернулся из магазина. Сейчас я вам покажу, что он прикупил. Это же, конечно же, хлебушек. Просто обычный батон белого хлеба. дальше. В пятерочке, в перекрестке по акции сейчас идет вот такой бекон по-английски. Как раз я на нем сейчас делаю плов по 99 рублей. Так что, кто еще не купил, очень тут достаточно много. 350 грамм. 350 грамм. Я его жарю мужу на завтрак с яйцами. Взял он две такие упаковочки. Бекон достаточно хороший, очень вкусный. И еще по акции тоже в перекрестке вот такая вот паста Антарктик Криль сливочно-чесночная. Я ее обожаю на бутерброды от Санта Бремор. Тоже взял две штучки. Такой пасты. в магните взял три огурчика. Крупные достаточно огурчики, не знаю поскольку. И взял нашу любимую рыбку от фирмы Доброфлот, которую я просто обожаю. Беру сайру вот такую, либо такую, либо подкопченую. Очень вкусная фирма. Вот так вот у нас с вами все получается. Мясо у меня уже практически потушилось. Все же я немного больше положила морковки наверное чем надо. Подавила я уже сюда чесночок и решила использовать вот такую приправу. Будем с вами использовать. Сейчас я чуть-чуть насыплю. Она уже с солью, поэтому я наверное солить плов не буду, потому что соли всегда использую по минимуму. Приправу положила. еще у меня осталось совсем чуть-чуть чеснока. Вот столько три зубчика. Я его надавлю, когда уже положу рис. Сейчас наверное будем с вами закладывать рис. еще хочу использовать отдельно куркуму совсем чуть-чуть и зиру свою любимую, потому что не знаю содержится ли она в этой приправе, а в этой приправе как раз ее и нет зиры. Но я хочу ее использовать для плова. Я очень люблю совсем-совсем чуть-чуть. вот столечко возьмем с вами. Вот так разотру и плов добавлю. Так, и куркумы тоже возьмем совсем-совсем чуть-чуть. Приправы берите по своему вкусу. Я беру приправы по своему вкусу. Всегда разные, никогда не готовлю. Ну, вот столечко возьмем, потому что у нас все равно морковки очень много у меня, поэтому я думаю цвет у плова будет и так очень хороший. И сейчас, наверное, будем уже все это очень хорошо полтушилось. Очень много тут водички. вон сколько и от морковки, и от помидора, и от мяса. Все это делается очень-очень быстро, все у меня тушится. И сейчас будем добавлять рис. Если вы помните, в самом-самом начале мы рис немножко заливали водой. Практически вся вода в рис впиталась. Вот так вот это все теперь выглядит. У меня тут три стакана риса. Не знаю, наверное, это очень-очень много. Высыпаем сюда рис. Рис у меня специальный для плова. Но я готовлю на обычном рисе, иной раз сыплю из пакетиков. Это все по настроению. Выберите рис, даже который вы любите. Вот так мы разравниваем. Рис разровняли. Вот сколько у нас тут водички. Поэтому водички, наверное, можно налить будет и поменьше. Сейчас я это все уберу и будем доливать с вами еще чуть-чуть воды. Так как у нас тут три стакана риса, это надо будет шесть стаканов воды. Но я шесть стаканов воды наливать не буду, потому что у меня, наверное, здесь уже стакана два воды есть. Я беру теплую воду, которую грела, и мы аккуратненько доливаем водички. Один стакан. Вот сюда на краешек, чтобы у нас рис один стакан. второй стакан. Второй стакан. Примерно чтобы сантиметра на полтора у нас рис покрывался. третий стакан. Вот так примерно где-то. И еще сколько тут у меня осталось. Вливаю полностью. я думаю нам хватит. Вот так наливаем. Все. И рис не перемешиваем, ничего, так и оставляем на этой подушке из мяса. Еще я добавляю сюда приправ. Сыпем так щедро, не жалеем. в них содержится соль, я потом попробую. Чеснок. Прям чеснок. Сейчас надавлю сверху риса, потом буду это все перемешивать. Вот так вот в разные места. Сейчас надавлю чеснок. Ой, как я обожаю плов. Все бы отдала за плов. И вот так выдавливаем. Ничего не мешаем. И оставляем минут на 10-15 без крышки. Чтоб он у нас примерно на среднем огне. Он у нас должен 10-15 минут провариться. Делаю средний огонь. И оставляю без крышки 10-15 минут провариться. Сейчас я помою чеснокодавку. Вот такой плов у нас с вами получается. Он должен немножечко кипнуть кипнуть. Прям совсем чуть-чуть. Вон уже пошли пузырики. Он кипнет. И мы засекаем с вами 10-15 минут. И посмотрим, что будет дальше. Плов закипел. Я также его не мешаю. Рис уже вон как набух. Сейчас я уменьшу огонь. Вот так немножечко перемешать рис до мяса. Ни в коем случае мясо внизу не перемешивать. Это чтобы рис не сгорел. Забыла я добавить томатную пасту. То есть протертые помидоры. С вами заговорилась и забыла. Но цвет и так у плова потрясающий. Вот такие помидорки я их перелила. Ну возможно буду тушить с ними мясо или варить какой-нибудь суп они не пропадут. Кипит у нас с вами плов. Вот так чуть-чуть я перемешаю рисок. Какая вкуснота. Какая вкуснота. И убавлю огонь. Сделаю маленький. Вот сейчас я попробую на соль. он практически не соленый. Хотя приправки содержат соль. Сейчас мы с вами буквально чуть-чуть посолим. Прям совсем-совсем немножко. Я подсолю, чтобы он не был пресный. Совсем чуть-чуть. Какой вкусный. Уже вкусный. Убавили огонь прям до минимума. прям до минимума убавили огонь и накрыли крышечкой. теперь 10-15 минут он у нас будет томиться под крышкой. Хочу показать вам, что я сейчас кушаю. Вчера в глобусе купила вот такие хлебцы хрустящие без сахара. Это злаковый коктейль медовый. Такой увидела первый раз и весь сразу съела. Очень вкусный. Мне так понравился. Я открыла вот такие злаковые хлебцы черничные. Они мне понравились немножечко меньше, чем медовые. Поэтому в следующий раз, когда увижу медовые, обязательно возьму две пачки. Все съела. Посмотрите. Не обманываю. Так что вот так. Черничные очень тоже вкусные, но понравились намного меньше. Придется мне использовать эти протертые помидоры куда-нибудь в другое блюдо. Возможно будут ушить мясо. Запах как у свежих помидор. Я их постоянно беру. Я хотя стараюсь добавлять тоже и томатную пасту, я ей не брезгую. Иногда томатную пасту добавляю, иногда такие протертые помидоры. Но протертые помидоры мне нравятся гораздо гораздо больше. Вот столько приправ у меня еще для плова осталось. Надо присмотреть в магазине какие-нибудь другие приправы. Может быть найду ту вкусную приправу, которую я когда-то брала, но пока я ее не нашла. Что за приправы не помню. Вот столько у меня приправ. Плов я делаю достаточно часто, поэтому приправы у меня не пропадут. Хотя их можно использовать абсолютно в любое блюдо, не только в плов. Можно и мясо мариновать. Мужу в магазине дали еще вот такой бесплатный рекламный буклетик с кормом. Тут буквально чуть-чуть для киски. Подарочек лакомые подушечки с курицей. Не знаю, будет она не будет есть. Тут они какие-то меленькие. Она у меня такая привереда, надо попробовать ей дать такой вот красивый котик тут нарисован. Надо попробовать ей дать, но мы такую фирму ни разу ей не брали. Она у меня такая привередливая, что не знаю, что ей давать кушать. Огурчики. Ну что, ждем, пока плов приготовится и будем с вами смотреть, что же у нас получилось в итоге. Вот прошло 10 минут, как наш плов постоял под крышкой. Крышку я сняла и теперь плов можно перемешать. Я его перемешиваю спокойно вместе с мясом. Как же я забыла добавить протертые помидоры. Ладно. Вода еще тут присутствует. Жирненький, вкусненький пловик получился. все перемешиваю. Ну, морковки-то и не так уж и много. Совсем он не пригорел, я чувствую. Перемешали. Сейчас он еще настоится. Вот такой. Так вот. Надо собрать сюда в серединку. И дадим еще ему постоять, чтобы ушла вся вода. Вот такая красота у нас выходит. Да, жалко, я забыла добавить томатную пасту, то есть протертые помидоры. Ну, это, я думаю, плов ни в коей мере не испортит. Оставляем на маленьком огоньке, закрываем крышкой и даем ему еще потомиться. Ну, и вот такой у нас с вами плов получился. Я его еще сейчас минут десять подержу просто под крышкой. Накроем его сейчас крышкой. Минут десять просто подержу под крышкой. Газ выключила, чтобы он немножечко настоялся и был рассыпчатый и вкусный. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Кто хочет поделиться своими какими-то рецептами, делитесь. Я их тоже могу приготовить. И всем пока, до свидания! до свидания!